Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать о том, как смазывать свечи для механической клавиатуры. Ну и парочку фишек, которые могут сэкономить вам деньги. Думаю, стоит начать с того, что вам необходимо для смазки ваших переключателей. А это Crytex 205G0 для смазки стема и хаузинга. Тонкая синтетическая кисточка. Ну и также желательно иметь Crytex 105G0 для смазки пружин. И что-нибудь для открывания переключателей. Это может быть отвертка, либо свитч-опенер. Также вам может понадобиться стем-холдер для более удобной смазки самих стемов. А также рекомендую вам завестись тем, куда вы будете складывать хаузинги и прочие компоненты свечей. Лично я использую коробки от переключателей. Для этого вам отлично подойдут коробки от свечей АККО, а также от свечей Гатерон. Я посчитал, что покупать отдельно станцию для смазки переключателей, которая стоит 1500 рублей, ну не совсем резонно и лучше потратить эти деньги на сами переключатели. Насчет времени с 65% клавиатурой я управляюсь примерно за 2,5 часа. Да, это не быстро, но зато качественно. Как вы могли заметить, сегодня я буду смазывать свечи АКК Крем Йеллоу В3. Ботом хаузинг из полиамида. Это разновидность нейлона. А как мы знаем, нейлон дает отличный глухой звук. Топ хаузинг из поликарбоната. Довольно звонкий материал, который мне, честно говоря, нравится. Темп тоже более звонкий, так как сделан из помпластика. Ну и вес до срабатывания 50 грамм, до нижней точки около 58. Существует большое количество разнообразных смазок. Это кристаллюб, трайбозис и прочее. Но я лично предпочитаю общепризнанный край, так как он отлично справляется со своей задачей. Но и другие смазки имеют право на существование. Вот, для начала необходимо разобрать все свечи и разложить по разным стопкам. Их компоненты для большего удобства во время смазки. Первое, что подвергается смазке, это нижние хаузинги. Смазываем их направляющие. Также при желании можно смазать место вокруг. Место, куда входит шток. Но только не внутри этой части. Я не понедельно забыл все термины. Ну, вы понимаете. Если смазать внутри, то может получиться неприятное хлюпающее ощущение. Итак, разборка свеча. Поддеваете с двух сторон. В данном случае у нас с одной большой скобой соединяется. Типа нету отдельных ножек, как на тех же самых черри, свечах и прочих. Обе стороны направляющего. И вот здесь. Вот так нужно смазывать нижний хаузин. Ну и для смазки пружин нам понадобится криток 105G0. В пакет мы добавляем пару капель. После этого мы надуваем пакет, закрываем его и трясем около минуты. Внутри пакета пружины равномерно распределяют друг по другу смазку. Также при желании можно смазать пружины при помощи 205G0. Но это значительно муторнее. Да и результат по итогу будет примерно таким же. Следующий компонент это стемы. Их, пожалуй, смазывать сложнее всего. Здесь вам понадобится нанести смазку тонким слоем практически на все стороны стема. А это направляющие, шток, две внешние стороны, а также ножки. Но, важно отметить, смазывать их можно только на линейных свечах. На тактильных это противопоказано. Иначе тактильное ощущение будет каким-то смазанным и не таким приятным. Также стоит отметить, что на кликающих свечах можно смазывать только пружины. И вообще, по сути, это табуированная тема со смазкой кликающих свечей. По той причине, что это зачастую сильно портит изначальный звук. Смазка стема происходит следующим образом. С всех сторон намазываете сам стем. И его ножки. И не забываем про шток. И его нижнюю часть. Следующий пункт опционален. И это смазка верхнего хаузинга. Немного теории. Нижний хаузинг создает звук при ударе стема о него, а верхний при возврате стема. Да, это вполне очевидно, но если вас не очень устраивает звук при возврате, все же рекомендую нанести вам тонкий слой на место соприкосновения стема и топ-хаузинга. Лично я, перед тем, как смазывать все топ-хаузинги, делаю тестовый свитч со смазкой топ-хаузинга и без его смазки. Это позволяет определить, нравится вам это или не нравится. И, к большому счету, возможно, и не стоит смазывать топ-хаузинги. И переключатель просто потеряет какой-то характерный звук. Это смазка топ-хаузинга. Ее нужно наносить вот в этих местах, где, соответственно, касается стем. Обратите внимание, что закрывать его нужно. Ножки должны находиться со стороны пинов и должна быть в широкой части. Итак, думаю, сейчас все стало более-менее понятно. Для тех, кто решился на смазку своих переключателей. Тогда держите сравнение звука без смазки и со смазкой. А на этом у меня все, поэтому всем удачи, до встречи в следующих видео. Подпишитесь, пожалуйста. Я хочу спонсорку атаку. Прям так оставил. И это не смазанные переключатели. Смазанный топ-хаузинг. Не смазанный топ-хаузинг. Смазанный переключатель звучит следующим образом. Смазанный топ-хаузинг. Смазанный топ-хаузинг. Смазанный топ-хаузинг. Продолжение следует...